Всем большой привет! Не так давно, месяца полтора назад, выходил на моем канале ролик о самой бюджетной, так сказать, фирменной кофемолке на тот момент, то есть Time More, Чеснат, если не ошибаюсь, правильное название, тот момент я ее купил за 3,700, в среднем она стоила 4 тысячи, грянул наш курс доллара, и в среднем по каким-то акциям этот Чеснат стоит 4,200, без акций я видел за 5,700, я прям вот там, где я покупал, вот именно в этом месяце за 3,700, там была цена 5,700, и мне прям, ааа, ух, жестко, вот, а по их комментариях писали люди, что это не самая дешевая, хорошая кофемолка с металлическими жерновами, что есть еще хорошая Ксиа Лео, вот эта, на тот момент она стоила 3,200, когда я покупал за 3,700, то есть, ну, мне потом скинули, а посмотрел, да, оказывается, была еще дешевле с металлическими жерновами, я, когда ее заказывал после повышения цен, тот момент, когда Time More, Чеснат был 5,700, она стоила 3,700, цена ее прыгает до 4,400, но в среднем она дешевле, чем Time More, Чеснат на 500-1,5 тысячу рублей. И она приехала, я начал ее тестировать, первое, что хочу отметить, металлический корпус, корпус металлический, напоминаю, что у Чеснат в эту цену он был пластиковый, объем контейнера молотого зерна такой же, как и в Time More Nano, которым я пользуюсь дома, написано, что здесь 15 грамм, но нифига, я из нее получал для Аэропресса 16 и 18, то есть, да, довольно-таки сильно начинает налипать на внизу жернова на регулировке, но это вполне возможно. По внутреннему устройству жерновов разницы я не заметил, сравнивал их еще, когда она приехала в Инстаграме с моей Time More Nano, практически, но вот никакого отличия я не увидел, поэтому я не стал параллельно здесь с Time More тоже разбирать. Однако, есть одно отличие в пользу XIALEO, которое меня удивило. Если внешне по жерновам мы не видим вообще ничего, подшипники регулировки очень мощные, мощнее, чем у Time More, прям вот чувствуется, что он действительно будет держать ту регулировку, которую мы ему зададим, то помол здесь такой же, как Time More, но отличается. Да, я знаю, что сказал, очень странная вещь. Итак, регулировки помола в результате выяснилось точно такие же, как Time More. То есть 20 щелчков, это, например, воронка идентичная там, 17-18 щелчков, это гейзер и рожок с улучшайзером домашний а-ля Де Лонги, Гаджи Вива и так далее, но под Гаджи Вива можно и меньше сделать. То есть, здесь идентично полностью, но на мелких помолах появилась интересная разница. Когда я стирал Time More Chestnut, то там был кофе Гватемала Сабанетас от Табера. Он, этот кофе, довольно-таки мелкий, то есть зернышки там некрупные, вроде как, но в реальности начал я на нем молоть только на 12 щелчках успешно. То есть, и то у меня были проворачивания. То есть, я крутил, я понимал, что, например, в этот момент этот поворот был холостой, зерно не попало. В следующий момент зерно попадает. То есть, на 12 щелчках с переменным успехом попадал кофе. И этот кофе действительно был уже помолы эспрессо, не турки, там турки близко нету. Но количество регулировок плюс вот эти, то, что очень тяжело делать этот помол, ну, заставил меня сделать вывод, что, ребят, для эспрессо она не подходила, для турки нет. В основном универсальная хорошая кофемолка. Здесь начинается прикол, что уже с 9 щелчков у нас кофемолка начинает крутить. Да, тяжело. Да, тоже чувствуется холостой ход периодически. Но она мелет. И этот помол, он прекрасно подходит под турку. Он, знаете, он не пыль, он чуть крупнее пыли. То, что сейчас рекомендуется, то сейчас давно уже говорят, что пыль не надо делать для турки. Надо делать крупнее, чуть не доходя до мелкого песка. Вот она делает помол для турки. И без костылей. И, как говорят, вначале крупную помол, потом мелкую. Нет, она делает. Это очень тяжело физически. Если нужно 10 грамм на турку, то вполне норм. Если нужно, например, 15-18, то очень тяжело будет это делать. Но, в отличие от Эмми Мор, помол для турки здесь есть. Также успешно 11-13 щелчков. 11 щелчков это очень мелкий эспрессо-помол. Вполне возможно, что он не будет продавливаться. Возможно, что будет продавливаться. То есть, там на грани. 12-13-14-15 щелчков. Их можно назвать эспрессо-помолом. Можно ли ее использовать для эспрессо-кофеварки? В том плане, что, например, вы ее купили, использовали альтернативы. Купили, например, на бурунке Гаджо Бэйби. Да. И временно хотите обойтись без эспрессо-кофемолки. Под некоторые сорта кофе в теории да. То есть, некоторые сорта кофе, по-моему, будет более-менее адекватными. Дальше мы регулируем вкус с помощью изменения рецепта. То есть, граммовка закладки, граммовка выхода и так далее. Это можно в теории сделать. Но на постоянке нет. То есть, использовать ее как основную эспрессо-кофемолку нет. Временная замена, буквально ненадолго, ну, окей, можно. Но идеального эспрессо вы вряд ли будете достигать. Поэтому, все-таки, границы использования этой кофемолки такие же, как у Тайми Мор. То есть, это гейзер, рожок с улучшайзером, практически любая альтернатива воронка, V60-иммерсионная воронка, френч-пресс, капельная кофеварка, аэропресс. Пожалуйста. Заваривание в чашке на чуть большем, крупном помоле тоже. И добавляется еще, в отличие... Металл. И в отличие от Тайми Мор, еще добавляется здесь у нас помол для турки. Я был удивлен. И да, он вполне возможен. Внешняя разница с Тайми Морами у них минимальная. Вот здесь, например, 3, закрепляющую у Тайми Мор 2. Подшипники, кстати, здесь более такие массивные, кажется. Но в целом, особой разницы нет. То есть, скажу честно, единственное, что ручка вообще не закреплена. То есть, на Тайми Мор Чеснат я ручку снять не смог. Может быть, я просто там она прям в упор сделана. Может быть, она заклеена как-то. В Nano он на магнитиках снимается легко. То есть, здесь никаких магнитов нет или... А, нет, есть. Есть. Но снимается гораздо легче. То есть, несколько раз во время помола мелкого у меня рукоятка вот эта оставалась в руке. В целом, кофемок Катас ничем не уступает Тайми Мор. Наоборот, имеет дополнительный функционал в виде помола для турки. И мелкого эспрессо помола, пусть и для эспрессо все-таки использовать я бы не советовал. И при этом стоит дешевле. И она металлическая, напоминает Чеснат пластиковой. Теперь, если вы хотите выбрать между этими двумя кофемолками, что вы... Ну, конечно, когда они... Разница в цене 500 рублей. Не берем те случаи, когда Тайми Мор Чеснат стоит, блин, на тысячу, на полторы дороже, то, ну да, тогда нет смысла. А вот когда уже они... Стоимость до 500 рублей разница, то, смотрите, здесь металлический корпус. То есть и резьба, и сам корпус металлический. Он более надежный для... Особенно с учетом того, что когда вы будете переносить, вы же будете переносить вот в таком виде. В целом, и она более компактна для переноски. Если вам не нужны большие громовки, то есть, к примеру, Чеснат удобен тем, что туда помечается в полтора раза больше молотого кофе. Если вы хотите кофемолку использовать для капельной кофеварки, на пол-литра, 25 грамм, то Чеснат удобнее. Здесь, когда я пользовался этими кофемолками для загрузки помола в капельную кофеварку, мне приходилось молоть два раза. То есть я молол вначале 16 грамм, потом молол 9 грамм, добавлял. Чеснать этого не надо. Но зато, как походная кофемолка, она более компактна. И большинство альтернативных способов приготовления, ручных, как В-60 и как Аэропресс, просят до 15-18 грамм, которые сюда помещаются за один раз. Вот так-то. Отличная кофемолка. Рекомендую. Спасибо тому, кто посоветовал. И момент еще, ребят, прежде чем попрощаемся. Во-первых, ставьте, пожалуйста, лайки. Я же не просто так за свой счет себя покупаю. Второй момент. Данная кофемолка будет разыгрываться среди спонсоров Boosty и спонсоров продвинутой подпиской на YouTube, но не сразу. По той причине, что я думаю, что в конце апреля, в начале мая я получу в свои руки новенькую Гаджу Гран. Рожок с улучшайзером. Новый. Я его не буду использовать, распаковывать. И я хочу, соответственно, дождаться этого момента и разыграть уже совместно комплект. Чтобы человек, который победит, получил не только кофемолку, но получил еще к ней рожок. Пусть домашний простой, но зато хороший. То есть Гаджу Гран. На этом заканчиваем. Ставьте лайки. Не забывайте, делитесь с друзьями, кто хочет купить хорошую кофемолку. Я заказал еще одну кофемолку, которая стоит 2,5 тысячи. Там тоже металлические жернова. Как вы понимаете, я ищу металл, потому что керамики очень много вопросов. Но там уже по комментариям не так все чудесно. То есть, если этот Амимор ничем не уступает, а как выяснилось, еще кое в чем она лучше, то там есть жалобы по поводу того, что у него направляющая гуляет. Это мы будем с вами смотреть. Пейте вкусный кофе, покупайте хорошую кофемашину. Всем пока.